Здравствуйте, дорогие друзья и уважаемые товарищи! Я Константинова Ольга Ивановна, заведующая библиотекой Дома офицеров Каспийской флотилии. Приглашаю вас на видео-выставку книги юбиляра «Карлик Нос». В 195 лет со времени выхода в свет произведения Гауфа «Карлик Нос». Автор сказки Вильгельм Гауф придерживался удивительных взглядов и прожил яркую, но короткую жизнь. Немецкий романтизм – направление в литературе XIX-XVIII веков, приверженцами которого были Гофон, Гейне, Клейст, Тик, братья Шлегели и другие писатели. Перу этих авторов принадлежат удивительной сказке. Эти произведения сегодня входят в детские сборники и продолжают свою жизнь благодаря постановкам в театре и мультфильмам. Вильгельм Гауф – представитель немецкого романтизма. Его биография крайне любопытна. Родившись на стыке двух веков, 29 ноября 1802 года, писатель прожил недолгую, но плодотворную жизнь. Его отец был чиновником и скоропостижно скончался, когда Вильгельм был совсем юн. Детские годы Гауф провел за изучением библиотеки деда по материнской линии. Окончив монастырскую школу, он отличался хорошими результатами в учебе, что помогло в поступлении в университет. Теология и философия стали профессией будущего писателя. Чтобы подрабатывать, юноша устроился к чиновнику по фамилии фон Хегель учить детей. Начитанный и коммуникабельный парень быстро нашел с подопечными общий язык, подружился с остальными домочадцами и путешествовал с семьей Хегелей по Европе в качестве педагога и приятеля. Гауф начал сочинять сказки, желая развлечь детей, за которыми присматривал. Со временем выдуманных историй скопилось немало, и все произведения автор объединил в сборник. Книгу опубликовали в Германии. Она снискала невероятный успех. Так Гауф стал писателем и сказочником. Впоследствии он выпустил мистические рассказы, романы и мемуары. Вскоре он стал руководителем литературного отдела крупной штутгардской газеты. Юноше не привелось дожить до зрелого возраста. В 24 года он скончался от брюшного тифа. В числе написанных им произведений была сказка «Карлик нос». Это сочинение литературной критики признают лучшим творением Гауфа. Главная мысль сказки заключается в том, что внешность не играет никакой роли, если человек обладает хорошим характером и богатым внутренним миром. Тема произведения – важность дружбы и преданности в человеческой жизни. Сказка учит малышей помогать окружающим, верить в добро и справедливость, ценить друзей. Сказка Гауфа повествует о жизни мальчика якобы, сына небогатых родителей. Семья жила в маленьком провинциальном немецком городке, где отец работал сапожником, а мать торговала овощами на рынке. Главный герой Якоб был их любимцем, красивым и статным пареньком. Однажды он помогал матери на рынке и стал собеседником противной привередливой старухи с разнообразными физическими недостатками – горбом, кривым носом и маленьким ростом. Он оскорбил женщину, а та затаила обиду. Выбрав шесть кочанов капусты, бабка попросила проводить ее до дома. Когда мальчик вошел в жилище, ведьма угостила его супом с волшебными травами, Якоб крепко заснул. Во сне он превратился в белку и вынужден был служить поваром-старухе целых семь лет. Как-то, готовя курицу, он наткнулся на те же травы, что были когда-то, подмешаны в его суп. Мальчик очнулся от колдовских чар и бросился к матери. Родители не признали родного сына. За семь лет он превратился в носатого карлика. Парню пришлось искать новую жизнь. Он отправился в герцогский дворец и стал там поваром. Его угощения высоко ценили и хвалили все, кто становился гостем герцога. Однажды на рынке Якоб выбирал гусей к ужину и купил гусыню, которая разговаривала на человеческом языке. Под личиной птицы по имени Мими скрывалась заколдованная девушка. Повар приютил несчастную гусыню. Приехавший в гости герцогу князь заказал Якобу королевский пирог. Блюда не удалось. В нем отсутствовала специфичная травяная пряность. Господа разгневались, а Якобу ничего не оставалось, как искупить вину. На помощь пришла гусыня. Она отыскала в саду нужную траву, которая по совпадению оказалась колдовской. Понюхав ее, Якоб принял свое человеческое обличие и вновь стал красавцем. Вместе с гусыней он отправился на остров Готланд, где жил ее отец, волшебник Витербог. Отец расколдовал дочь, вновь сделав ее прелестной девушкой. Он щедро наградил Якоба, и парень смог вернуться домой. Персонажи сказки на своем примере показывают, как легко победить зло, если у тебя доброе сердце. Мораль произведения заключается и в том, что важна не внешность, а душа человека. Именно эти тезисы сделали сочинение Гауфа популярным для постановки в театре и кино. Первая экранизация сказки «Карли Кнос» произошла благодаря австрийским постановщикам в 1921 году. В дальнейшем по произведению неоднократно снимали кино и мультфильмы. А в 1978 году немецкий режиссер Карл Хайнс Бальс снял фильм «Карлик Нос». Яков еще не доказывается, что его ждет. Сможет ли он выстоять перед злом? Не впадет ли он в отчаяние из-за нового облика? Когда все люди вокруг, и даже его родная мать презирает. Или все же сможет он найти новых друзей? Какие приключения приготовила ему судьба? Это и многое другое вы сможете узнать в книге.